Есть такое выражение Господи, прости и смилуйся Это как бы по-русски, по-христиански Но на самом деле это точный перевод из наших молитв Как известно, что у них есть хорошие цены, это все взято у нас Но здесь интересно само слово Господи, Господин И все мудрецы говорят, что это имя Кадош-Буруху Назвал первым Абрама Вину Первым обратился к нему Господин Правда, это там несколько до конца не ясно Если вы помните эту встречу, когда пришли ангелы небесные Малахим и еще кто-то К Абрама Вину на третий день после Бритмила Абрама Вину говорит Господи, не проходи мимо Поэтому там Раша говорит Что это, может быть, это холь Может быть, это чверское выражение Просто говорит, уважаемый какой-то человек, господин Тем более, что, возможно, это множественное число Так он обращается к господам Господа офицеры, господа ангелы Или же это Кадош То есть он обращается к Ашему Но потом, по ходу дела, видно, что да Это то определение, можно сказать Которое я нашел первым Абрама Вину То есть понятно, с одной стороны И это в этом смысле мы уже называли на прошлом уроке Несколько очень важных имен Шема Но, если так подумать Пожалуй, это наиболее общее Мы говорим еще Бухвенное имя Ашема, Ютки и Вавкей Произносимое Еще немножко поговорим об этом Но первое, то, что как бы Возникает в уме Это господин всему Господин Адон Адонин Поэтому даже есть мнение Так же, как и этот четырехбуквенное имя Вообще не произносится и не оглашается А имя Адуни, Адунай Можно для учебных целей говорить Хотя тоже вроде бы священное Но можно говорить Все наиболее общее Хозяин всего Есть еще одно очень похожее название Маком Место В том смысле, что так сказано у нас У мудрецов Что Он место всему Наиболее общее место всему Это Это Ашем Маком Амаком Амаком Поэтому, когда вы говорите Скажем Место Ашем То, что сейчас распространено Амаком То же все понимают Место всему И нет ничто, что могло бы быть местом ему Да Тоже очень Всеобъемлющее определение Господи, господин И в этом смысле Господин Имеет ввиду Соединение всех сил Которые господствуют В этом мире В других мирах Можно разобрать действительно Соответствие Между Четюрёв Буквеном Именем Ашема И словом господин Но, пожалуй, господин Это действительно Констатация факта Что он хозяин всего А как мы говорили Это четырёхбуквенное имя Ашема Оно Означает Творец Это надо запомнить Самое главное Это творец Я бы сказал, что Это из такой глагола Легавод Создавать Творить То есть он творец С большой буквы Пожалуй, это наиболее объемлющее Определение Поэтому называется именем собственным Ашема И не произносится И вот мы говорим Ашем Что такое Ашем? Имя Имя рек Да Как-то не очень понятно Если кто-то этим Не знаком Он думает Возможно, мы имеем Ввиду одного из трёх сыновей Ну аха Шем Хам И Яфе Потому что тоже у него там Шем Синиты Но имеется в виду Ашем Ещё одно Очень распространённое имя Которое употребляется Как бы у евреев Если в эту услуги Я употребляю это Кадош Буруху Кадош Выделенный Особый Святой Благословлённый Ху Ну, я думаю, что вам уже много говорили О понятии Кадош Кадош Это особый Выделенный Не похожий на всё В этом каком-то смысле Это соответствует Ашем-эхат Что он один Единственный Ничего подобного нет А Кадош Выделенный В этом смысле Суббота святая Потому что она особая Она не похожа ни на что другое И Когда мы отделяем Десятину Маасе Трумад Маасер Тоже называется Кадош Потому что это Как бы Необычное Что-то выделенное Что-то особенное И это к нему подходит Вы знаете Это особенности Выделенности Это Кадош Барух Несколько Более Сложно Барух Благословлятый Так что получается Мы его благословляем Да Так кто мы такие Не нужно Да Поэтому Объясняется так Что Барух На самом деле Да есть имя такое Барух Благословенный А в данном случае Имеется ввиду Что мы признаем Что он источник Всех благ Всех проход Все хорошее Принять от него Исходит И в этом плане Мы говорим Что От Творца От Ашема Ничего плохого Не происходит Плохое Это Недостаток Хорошего Основа творения Так Как говорит Давида Мелах Олам Хесед Ебан Мир построен На принципе Хеседа На принципе Всеобщей благодати И милости Недостаток Да Поскольку Мир несовершен Люди несовершенны То есть Минусовая часть Этого большого Плюса Это Составляет Это составляет Ра Да Нет Нет Нехорошее Поэтому Мы считаем И знаем И верим В том Что В конечном счете Плохое Будет и жито Потому что Ему нет Он не сотворено Это просто Отсутствие добра Если человек Плох А добра Просто потому что У него есть Каждого человека Есть хорошее качество Но у него Какие-то есть Недоработки И наделки Это называется Ра В любом случае Вы не удивляетесь Если я говорю Акадошбуруху Скорговорка Так это принято У евреев И пожалуй Как бы Вас Выдаст Как бы Связь С еврейством Если вы Будете употреблять Именно это выражение Кадошбуруху Так говорят Скорговорка И сейчас И сейчас Немножко О том Что мы говорили На прошлом уроке Потому что Собственно говоря Там В разделе Ваэра И в разделе Бо В меньшей степени Мы как раз Встречаемся С именами Ашема Там Когда Моши Рабейну У тернового куста Еще В начале Своей миссии Спрашивает Каково Твое имя Скорг Сказать И одно Из его Ответов Звучит так Зэ шми Зэ зихри Леолам Вот отсюда Взято Это выражение Которым Мы пользуемся Шем Он говорит Вот мое имя Не называя Своего имени Как такового Это мое имя Это зихри Это память Обо мне Леолам Навеки Вечный И поэтому Этот отрывок Из Родиловая эра Мудрец Объясняет так Что он сказал Моего имя И не произносит Это Произносит Только В память Обо мне Что-то Все что Обо мне Говорят Это только Память Упоминание Обо мне Леолам И там Обращает Внимание Мудрец На то Что слово Леолам Я вам говорил Об этом Написано Олам Должно быть Аин Бав Лам Идмэм А там Написано Всего Аин Лам Идмэм То есть Это звучит Похоже на Нейлам Нейлам Сокрыто Мы говорим Лам Это мир А Нейлам Это Сокрыто Поэтому Из всего Выражения Ашема Мы поняли Что Мудрецы И так Все которые Говорят О Творце Они Говорят Сокрыто Имя Не говорят Открыто Имя Упоминаю Зихри Это память Обо Мне Главное Веки Вечные Еще Я хотел бы Здесь Несколько Пройтись И Поскольку Все Так У нас Урок Связан С книгой Кузыри Рабью Дали Ви Автор Этой Книги Он Крупнейший Мудрец Он Жил Несколько Раньше Чем Раши И Раши Его Не Знал Но Они Черпают Из того Же Источника Из Источника Из Геморрэ Из Медраж Поэтому Все Очень Похоже И Вот Так Чтобы Вернуть Вас С неба На Землю Пройдемся По Этой Части Это У нас Глава Четвертая Кто-то Читает Эту Книгу Свободное От Работы Время Про Спорт Да Ну Там Надо Конечно Да Начало Про Спорт Но Там Действительно Это Затянут Для Этого Нужных Преподавателей Чтобы Это Объяснили Более Просто И Доступно Для Нашего Поколения Потому Что Возможно В том Поколении Которое Он Писал Тысячу Лет Назад Это Было Именно Так Как Надо А Сейчас Это Несколько Люди Говорят По-другому Мыслят По-другому Поэтому Необходимо Прикладывать И Вот Это Вы Найдете Действительно В Главе Четвертой В Новом Издании Страница 263 Как Мож Сказать Как Минимум Начало Головы Посвящено Как Раз Именам Ашева Сказал Мудрец Элоим Это Имя Надеющего Чем-то И управляющим Им Возможно Его Употребление Применительно К Властителю Всего Мира Но Возможно И К Тому Кто Управляет Лишь Одной Из Сил Небесной Сферы Или Силами Природы То есть Иметься Ввиду Что Элуким Можно Назвать Когда Мы Говорим О Каком-то Конкретном Проявлении Его Поскольку Очень Много Проявлений Ашема Поэтому Можно Говорить И Как Собирательное Имя И Как Частное Имя Любое Проявление Действия Ашема В В этом Мире Может Называться Элуким И В целом Тоже Называется Элуким Это Он Говорит Это Слово Во Множественном Числе Как Мы Понимаем Элуким Окончание Юдмем Множественное Число Так Как Все Народы Верили Идолов Каждый Из Которых Называется Элока Бог И Сила Является Вместилищем Сил Небесных Сфер Всего Подум Вы Надо Сказать Что Корнем Слова Элуким Эль Является Сила Эль На Иврите Сила До Сих Пор Говорят И Вот Мы Учили На Уроке Геморы Элиеза Ле Эль Яди Нет Или Мы Еще Не Учили Ле Эль Яди Ну А Там Сказано Ло Алаби Ядо Это Несколько Другое Ле Эль Яди Зе Ле Яди Современно Наоборот Речи Это Мне По Силам Зе Ле Яди То Силе Моих То Как Очень Часто Бывает Священные Выражения Одновременно И Носят Обычное Светское Выражение И Говорит Их Было Множество Этих Сил Подобно Множество Сил Управляющих Было Множество Всяких Идолов Подобно Множество Сил Управляющих Телом И Правящих Миром Ибо Сила Это Причина Движения Да Как бы Придает Движение В этом Смысле Луким Имеется Ввиду Подразумевается Функциональная Сила Действующая Сила Нестатическая В этом Смысле Адон Господин Можно сказать Это как Проявление Констатации Присутствующего Наличествующего А его Проявление В этом Мире Действующая Сила Функциональная Называется Луким Конечно Все это Как бы То что У Идолопоклонников Кончалось На признании Различных сил Одни Поклонялись Солнцу Другие Поклонялись Огню Или Поклонялись Луне Все это Часно Вот они Как бы В этом Как мы знаем Была Исключительность Авраама Что он сумел Понять Что это Все Сводится Одной Общая Общая Силе Которая Рахватит Все Мы Говорим По этому Ашем Элукейну Элукейну Элуким Ашем Эхад А в целом Это одно Это Вот Как бы Правда Мы Это встречаем Прежде всего Выражение Яакова И это В книге В книге Дворим Но это Приписывается Словой Яакова Не Авраама Авин Авраама Авин Только Адон И Да Надо Еще Заметить Мы Говорим Не Элухим А Элуким Какая Разница Значит Просто Добавляем К Для того Чтобы Не Произносить Имя Ашема Все такое Элуким Это имя Ашема Мы Несколько Меняем Да Так же Как я Вам Сказал Ашем Говорит Мое Имя Нейлам Оно Сокрытое Здесь Ихри Только В памяти Поэтому Многие Люди Даже Когда Они Произносят Имена Других Людей В которых Зачем Имя Ашема Прежде Слово Элуким Они Меняют Эй На Куф Поэтому Можете Например Эльяу Здесь Есть Два Упоминания Имени Ашема Первое Это Эли Эль Это Одно Упоминание Силы И Яу Это Второе Имя Поэтому Звучит Несколько Смешно Я Так Не Делаю Звучит Киликаку Некоторые Так Насколько Они Люди Святые Что Они Не Не Осмеливаются Даже Произнести Нечто Похожее Но В целом Мы Говорим Элуким Опишем Сей Надо Иметь Ввиду Значит Спрашиваю Здесь Этот Человек Который Пришел Пройти Ги-Юр Махон Мия Хороший Вопрос Он Спрашивает То есть Как я Вам Сказал Раби Юда Вкладывает Ему Густа Это Как бы Здесь Построено На принципе Диалог Придуманный Диалог Он Задает Вопросы Сам Себе Отвечает Но Он Задает Вопросы Которые Как бы Актуальны Для Людей Которые Ищут Вер В этом Существе Он Как бы Очень Удачно Построил Это И Просто Всегда Можно Задать Вопросы На Которые Легко Ответить Но Это Не Решает Проблема Ведь Задача Раби Юда Любим Как И Моя Задача Как И Других Задач Это Найти Проблематичные Места И Объяснить Людям Не Заниматься Пустой Проповед Потому Что Иногда Можно Говорить Красивые Фразы Люди Засыпают А Мне Надо Вам Не Подходит Что Вам Кажется Сомнительным В чем Вы Сомневаетесь Что Надо Разъяснить Это Раби Юда Наверное По Опыту Работы С Людьми Которые Были Далеки От Веры Он Нашел Примерно Комплекс Вопросов Которые Обычно Задаются Поэтому Он Отвечает На Нех Здесь Спросил Хазарянин Как Я Могу Называть Особым Именем Того На Казалось Мы Сказали Что Божество Имен Творца Мы Узнаем И Определяем По Проявлению В этот Мир Можем Либо Знать Имя Ашема Вообще Откуда Мы Можем Знать Это Все Сокрыто Действительно Все Сокрыто Ну И Как Б Ответ Очень Простой Правильно Есть Моменты В Торе Когда Творец Разговаривает Непосредственно С людьми Прежде Всего С Шер Потом С Пророками И Там Он Сообщает Им Эта Информация Так Что Эта Информация У Нас Подлинная Есть Часть Имен Которые Мы Придумали Как Изображение Действия В этом Мире Есть Часть Подлинных Имен Которые Он Сам Себя Представляет Есть Указание На Это В Пророчествах И Духовных Откровениях Ведь Мудрство Не Может Сить Заблуждение То Если Мы Просто Сидим И Рассуждаем Что Такой Эти Силы Что Они Себя Представляют Очень Легко Уйти Далеко От Веры И В Этом Смысле Авраам Абин Сильно Повезло Это Как Было Гениальное Открытие Полагается Несколько Нобелей Что Он Угадал И Понял Что Это Такое И Что Он Смог Представить Себе Что Это На Видим Что Он Знает Эту Сущность Ютки Вавки Он Говорит Адом Потом Ашем Второе Открытие Имени Которое Мы Тоже Сталкивались Это Я Вам Говорил Кель Шадай Снова Я Говорю На самом Деле Это Эль Шадай Шадай Именно По Этому Принципу Чтобы Не Призносить Имя Божье Я Говорю Кель Так Обычно Говорят Кель Шадай И Даже Когда Мы Пишем Если Это Мы Знаем Что Это Текст Который Может Быть Выброшен И Будет Пренебрегать Им Тоже Мы Пишем Это Не Само Имя Ашема Обратите Внимание Во Многих Изданиях Таких Особенно Распространено Всякие Листочки Или Короткие Такие Журнальчики На Перед Субботой Раздаются Там Записана В некоторых Из них Просьба Отнестись Бережно К этим Листам Потому Что В них Заключено Имя Ашема Но С моей Точки Зрения Это Или Какие-то Отрывки Какие-то Цитаты Полные Истовы Это Правильное Предупреждение Но С точки Зрения Издателя Это Несколько Неосторожно Но Кто Будет Действительно Смотреть Что Там Написано Выкидывает Как Правильно Если У нас Два вида Выкидывания Во-первых Есть эти Контейнеры В которых Собирается Все писанное Для переработки Видите Такие Железные ящики В них Вкладывается Это Специально Я не знаю Как за границей Есть Такие Специальные Контейнеры Для сбора Бумаг Потому Что На самом деле Это Не связано Со святостью А Связано С Чисто Практической Целью Чтобы Кто-то Уже Заранее Сортировал Для бумажной Промышленности Потому Что Перерабатывается Заново Снова Барится Бумажная Масса А кроме Того Здесь У нас Как вы видите На углу Есть Гнеза И Туда Вот Эти все Тексты Которые Ты видишь Что Это Целые Отрывки Целые Целые Псуким Или Минашева Тем более Нельзя Ни в коем случае Выбрасывать Надо Принести Внизу Там Немного Надо Платить Условно Какую-то Сумму Я скажу Даже Больше Если У вас Денег Нет Или Жалко Все Равно Выкидывайте В Это Внизу Хотя Это Частное Предприятие Раньше Этим Занимался Какой-то Главный Равинат И Иерусалима Или Израиля Но Это Очень Накладно Вы знаете Что Происходит С С Собранной Всеми Бумагами Выкапывают Котлованы И Хоронят Это По-настоящему Хоронят Это Все Поэтому Это Как Большие Издержки Надо иметь Территорию Для Что А там Есть Купа Написано Купа И Так же Самое Какие-то Скажем Цицит Которые Оборвались Отрывки Из Человек Пишет Тренируется Написание То Что Называется Поршиот Для Тфилин Все Это Там И Специально Даже Место Написано Что В Что Мы Действительно Выполняем Это На деле Бережное Отношение К Ашему С другой Сороны Я говорю Издатели Этих Листков Должны Понимать Что Большинство Людей Будут Относиться Не Настолько Бережно Они Будут У меня Есть Дома Я думаю У всех Людей Которые Относятся С Ират Шамаем Есть Дома Специальное Место Которым Я Коплю Вот Эти Листочки Есть Самые Здания Потом Я Собираю Приношу Сюда Здесь По городу В нашем Районе Расставлено Очень Много Таких Мест Гнезы Потом Приезжают Разгружают И увозят Куда-то Вне Города Специально Родят Котломин То есть Это Большие Сдержки Собирания Закапывания И прочее И прочее Ну и так По ходу Дела Вот Таким Образом Здесь Два Момента О которых Говорит Мудрец Говорит Рабью Далеви Раскрытие Истинное Знание Ашема Откуда Мы знаем Значит Мы сказали Что Просто Так Рассуждения Это Повезло Аврам Адин А Имена Которые Мы знаем Они Получены От Непосредственного Контакта Пророков Того Самого Аврама Мушер Абейну Давида Мелаха Открыты Непосредственно Ашема И всех От Атин Пророков Говорит Так Про Адама Адама Решен Первым из них Был Адам Который Не знал Бога Если Бог Не говорил С ним Не знал Бога Если Говорил С ним Не раздражал Бо Его И не Называл То есть Мы уже Об этом Говорили Это Другая Тема Кто Что Что Адам Решен И Как бы Его происхождение Он является Творением Ашема Так же Как и Наш мир И все Эти артефакты Адам Тоже является Непосредственным Творением Ашема Поэтому Он Наиболее Ближе К нему И поэтому Он Знает Его имена Его качества И мы Являемся Наследниками Мы об этом Учили Что Народ Израиля Является Непосредственным Продолжителем Адама Решенной Поэтому Очень многие Вещи Мы знаем От него Говорит Поэтому И вот Адаму Стало ясно Что Бог Это Творец Мира И он Указал На него Словом И атрибутами И назвал Его Четырехбуквенным Именем Если бы Не это Он бы Оставался Для нас Именем Илуким Именем Не отражающим Сущность Бога Это тоже Понятно Так же Как и Каин И Эбель Знали о нем Только из Проческих Проческого Свидетельства Своего отца То есть Адама Решона То же самое Было С Нуахом Авраамом Ицхаком И Яковом И так Прожался Дамуше И пророков Которые Были после него И они Называли Бога Четырехбуквенным Именем Так как Удостоились Духовного Видения И народ Поверящий В них Называл Бога Четырехбуквенным Именем Так как Более Избранными Не из них Были Привержены Ему До такой Степени Что видели Его В явлениях Назывались Слава Всевышнего Теперь Чешкина Царством В огне В облаке Подобным Образом Да То есть На самом Деле Мы Видим Что Точное Как бы Представление Когда Ашем Представляется Себя Ван Именем Юд Кей Вав Кей Это Проявляется Только В наших Главах Когда Мушарабейну Чувствует Что Его Миссия Неисполнима И Что Его Как бы Все Все время Получается Неудачно Он Как бы Сердится Нашим Возражает Ему И тогда Он ему Говорит Это имя А до Этого Это все Было И По Преданию От Адама Решона Это Как бы Это Очень Важный Момент Нашего Знания Непосредственно Из первого Источника А с другой Сороны До момента Контакта Муше Робейну С этой Высшей Силой Это все Было Как бы Представлением Своего рода Видения Здесь По ходу дела Упоминается Еще одно Понятие Шхина И Слава Всевышнего Я хочу Об этом Поговорить Хотя На самом деле Тема Шхины Это Отдельная Очень важная Тема О которой Мы Поговорим На следующих Уроках Шхина Мы говорим Происходит От слова Шахен Сосед Шахен Это сосед И одновременно Шхина Это Божественное Присутствие Почему Шхина От слова Лишкон Приходи Или находиться Полностью Надо было Называть Это Не просто Шхина А Шхина Ташем Божественное Присутствие Но Как бы Подвигается В сокращенной Форме Как Шхина И вот Это Состояние Шхины Это Состояние В котором Могут быть Пороческие Ведения И понимание Шхина В этом Смысле Это Исключительно Для народа Израиля Исключительно Для Страны Израиля Для Исраэль Как вы Знаете Только Здесь Проявляется Шхина И Когда Ты Находишься В непосредственной Близости Кашем Казалось бы Как можно Быть Вообще Что он Что он Это Такое Что можно Было Быть Близости От него Это Нечто Совершенно Метафизическое Но Тем Тем Менее Есть Его Эмманация Его Проявление В этом Мире Которое Называется Шхина Вот Это Как бы Это Очень Существенный Момент Поэтому Мы Стремимся Постоянно К тому Чтобы Эта Шхина Снова Находилась Здесь С нами Сколько Это Дает Нам Возможность Воспринимать Вещи Сокрытые От Других Людей Поэтому Исключительно Из народа Израиля И Страны Израиля Воспринимать Божественную Сущность Сущности Его Из Непосредственного Опыта Если Здесь Есть Шхина Условия Шхины Понятно Что Есть Бет Амигдаш Который Находится Здесь В стране Израиля И Как бы Из-за Этого Шхина Это Божественное Присутствие Оно Распространяется Даже Здесь В Израиле Неравномерно Его Эпицентр Максимальное Средоточие Это На Харабайт На Храмовой Горе Там Где Находится Эвен Штия Камень Из которого Был сотворен Весь мир Из которого Началось Сотворение Мира Как Математическая Точка В этом Камне И он Постепенно Распространяется В десяти Концентрических Кругах Охватывая Всю территорию Израиля Что Понятно Последний Десятый Круг Он Уже По степени Близости Кашему И Возможности Проникновения В его Сущность Наиболее Слабой И это Где-то Находится Уже На границах Израиля Если мы Знаем Что Граница Израиля Это Ориентировочная Но здесь Спор Есть Или Это Реканил Реканил Тигры Тигры Говорю Говорю Для Для Чтобы Представить Себе Как Из Арабайта Из Места Здесь За Стеной Плача Распространяется Божественное Влияние Концентрическими Кругами Там Это Первый Круг Второй Круг И Треть Находится На самом Арабайте И Близко Прилижающих Местах Это Доходит Настолько Как Мы Еще Увидим Что Когда Шауль Шауль Прогоняет От Себя Давида Мелоха И Посылает Его В Район Кирьят Гата Там Был Такое Городишко Циклак Это Уже Там Жили Не Евреи Давида Мелох Говорит Ты Меня Прогнал От Лица Божьего То То Есть Уже Само Удаление От Ашем От Эпицентра Его Влияние Уже Воспринимается Как Изгнание Понятно Что Это Так Ж Как Б Когда Меньше Чувствуешь Его Присутствие Это Своего рода Изгнание Да И Как Б Для Этого Нужен Быть Амикдаш Своим Это Было Ковчег Скиния То Что Говорит По-русски Скиния Тоже Происходит На Сво Слово Шхина Просто Как Б На Старославянском Это Изменено Я Рассказывать Есть Очень Важный Момент Который Здесь Он Не Упоминает Но Я Тоже Надо Сказать Эль Как Правило Мы Воспринимаем Как Понятие Силы Как Я Сказал Элуким Это Множисное Число Опта Эль Понятие Силы С другой Сороны Имеет Еще Одно Отношение Элуким На Игрите Означает Судья Судьи Элуким Это Судьи И Можно Понять Поэтому Что Эти Силы Которые Проявляются В этот Мир Они Одновременно Являются Для Каждого Человека Испытанием В этом Смысле Судом Как Мы Говорим Что Если Солнце Испепеляет Сильное Излучение Солнца В каком То Месте Это Испытание И Может Быть Наказание Я Хочу Найти Общее Представление О том Что С одной Стороны Элуким Это Судья И Это Суд Кто Решит Суд На Кажем Человеком Потому Что Любое Испытание То Что Называется По Английски Experience Оно По Суде Берется Судом Потому Что Каждый Раз Когда Мы Говорим Что Абрам Абину Пережил Десять Испытаний Это Как Б Испытание Это Проверка Человека На Его Способности Сразу Аврам Абину Не Стало Им Как Таковым Он Прошел Одно Испытание Которое Провел Снимаш Испытание Его Перед Определенной Задачей В тот Момент Когда Он Смог Решить Эту Задачу Правильно Он Пошел Дальше Скажем Как Вузе Или Есть Я Сам Выдержал Этот Суд И Да И С В связи С Этим Имя Эль Не Обязательно Означает Суд Потому Что Давида Мелаха Сказано Такое Выражение Хесед Эль Да То То Эль В единственном Числе Может И означать Хесед Милость Бесконечная Благодарность Хотя На самом Деле Тут Тоже Нет Противоречия Потому Что Любое Испытание И Любой Суд Если Он Сделан Неподкупными Судьями Или Неподкупным Судью Является На самом Деле Благом Это Понятно Надо Понимать Это Что Проверка На Способность Является Возможностью Которая Дает Тебе Узнать Кто Ты Есть И Принять Решение Как Я могу Исправить Себя Поэтому В этом Смысле Это Хесед Любое Наказание На самом Никто Не хочет Чтобы Оно Происходило Но В какой Степени Она Тебя Продвигает И Дает Возможность Улучшать И Работать Над Собой Здесь Еще Что Выписал Надеюсь Я сохранил Эти Писточки Ну Не важно И Вот Здесь Если Вы Смотрите По Коэто Книжке По Последнему Издание Книги Кузырь На Русском Языке Он Говорит Следующее В смысле Испытания И Суда Порок Увидел Его Большую Букву Лишающим Правителей Трона И Возвышающим Других И Судящих Царей То есть Суде Цари Которые Не выдержали Эти И И Скидывают Поднимаются Другие Цари И Смотрел Я Пока Не Были Сброшены Престолы И Сидел Старец В Годах И Увидел Его Во Время Гнеба И Тогда Когда Он Желает Отдалиться От Человека Видел Я Бога Стоящего Слова Пророка Из И Шаяу Крупнейшего Иврейского Пророка И Увидел Да Видел Я Бога Сидящего На Престоле В Высоком И Величественном И Края Его Наполняли Храм Перед Нами Перед Ним Стояли Серафим Серафим Ангелы А Во Время Одоления Например Колесница Которую Видел И Хескель И Сохранил Ее Образ В Мыслях Своих Хотя Они Были Вне Пределов Пророчества Граница Которого От Ямсуф До Ямплештим То есть Он Просто Здесь Приводит Примеры Того Что Не Всем Пророкам Открывается Ашем Адекватно Как В этом Смысле Приводится Два Видения Пророк И Хескель Видит Шестикрылого Малаха Малаха Шесть Крыльев А Даниэль Видит Четырехкрылого Малаха Как Что Они 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 Ошибаются А Здесь Надо Понимать Так Что Крылья Малаха Крылья Ангела Это Его Какие То Функции И Оказывается Что Во времена Ихескеля Когда Существовал Еще Бета Микдаш До Разрушения Бета Микдаша У Малаха Была Какая То Одна Функция Лишняя Та Дополнительная Которая У Даниэля Когда Он Видит Этого Малаха У Него Эта Функция Отпадает Вместо Шести Есть Только Четыре Четыре Крыла И Объясняет Мораль Объясняет Очень Просто В тот Момент Когда Был Разрушен Бета Микдаш Наш Нижний Нанесен Удар И Бета Микдаш Эль Малах Мы знаем Что Есть Полное Соответствие Есть Бета Микдаш Эль Малах Бета Микдаш Эль Матах В тот Момент Когда Был Разрушен У Нас Пропало Функционирование Бета Микдаш Эль Мы Влияем На То Что Происходит В Высших Мирах Как Это Говорить Идет Только О Сыновях Израиля Понятно Что Весь Мир Это Власть Ашема И Все Что Человечество Делает Не так Как Надо Это Ущерб И Скоро Если В Человеческих Терминах Это Как Это Вызывает Озабоченность У Ашема Угнетает Его Что Люди Так Не Действует Понятно Что Прежде Всего Народ Израиля Есть Такое Выражение Что Не Совшем Нуждается В наших Молитвах Это Сложное Понятие Может Мы К Этому Вернемся Но Чтобы Мы Ощущали Насколько Это Сложная Система Взаимодействующая Не Только Он Там Сверху Мы Снизу И Он Нам Диктует Есть Корреляция Есть Интеракция Между Нижним Нижним Миром И Высшим Миром В этом Смысле Мы Какая-то Часть Принадлежим И этому Высшему Миру В силу Этого Мы Способны Воспринимать Явление Высшего Мира Иначе У нас Было бы Совершенно Другой Способ Восприятия Другие Органы Которые Не Воспринимали Знаете Говорят Дельфины Говорят У них Есть Какие-то Самые Высокочастотные Звуки Но мы Не знаем Как бы Мы Способны Эх Воспринимать И даже Если Есть Сейчас Приборы Которые Способны Воспринимать Их Свист Дельфины Свист Мы Не знаем Как это Раскалировать Так же Могло Возникнуть Между Нами Что-то Нам Говорит Мы Не Слышим Правда Очень Часто Он Нам Говорит Каждому Из Нас Он Что-то Говорит И Мы Это Не Слышим Это Проблема Наша Нас Неспособность Восприятия Это Наш Минус Желательно Всегда Слушать Или Во всяком Случи Напрягаться И Слышать Что Он Тебе Говорит Поэтому Рабин Ахман Из Браслова Из Умани Он Рекомендует Людям Уходить Куда-то В уединение Да В дедут Потому Что Когда Ты Находишься Среди Толпы Среди Людей И Событий Как-то Ты Не Способен Сосредоточиться На Восприятии Ашема Когда Ты Находишься Один Сам Себой Скажем Сидишь Теремной Камере Или Сейчас Он Рекомендует Уходить В леса В лесу Ты Остаешься Один С С Какими-то Галлюцинациями И Отклонением Умственного порядка От человека Поэтому Это Неадекватно И В частности Даже у нас В Израиле Я думаю В Украине Тем более Не рекомендуется Уходить Одному В лес Потому Что Непонятно Там Леса У нас Находятся Скажем В районе Хеврона В районе Там Есть Такое Поселение Батайн В котором Есть Много Сторонников Последователей Раба Нахмана Там Можешь Не бояться Ни диких Зверей Ни разбойников Ни голодов Но это Снова Зависит От твоего Уровня По чему Счет Как я Говорил Абрама Вину Когда его Бросили В логово Львова Он не боялся Почему Потому Что Львы Животные Понимают Что он Царь Вселенной Что он Представитель Ашема А если Б он Был бы А его Брат Который Решил Пойти По его Следам И они Его Ставали Почему Потому Что Они Поняли Что Он Такое Животное Что У него Есть Животные Слабости Поэтому Это Как бы В этом Смысле Лучше Не полагаться На Свою Святость Которая Тебя Ограничит А работать Одним Лучше Будут В отдельной Комнате Уйти В какое-то Чистое Спокойное Место Ну Я не знаю Возможно Есть Какие-то Места Какие-то Леса Это Чего Лучше Конечно На Лоне Природы Это Полное Отключение Но Это Надо Посоветоваться С полицией С органами Безопасности Где Может быть Гарантировано Что Даже Если Мы Недостаточно Совершенны По-прежнему У нас есть Какая-то Потому Что Просто Было Случай Конкретный Случай Когда Братсковская Хасиды Здесь В Израиле Уходили Идбуды Дуд И не Возвращались Ну Может Быть Там Если Кто-то Поднимается На Эверест На Гималайи То Там Конечно Если Он Выживет Там У него Действительно Прямо Открыт К небу Высот Это Как бы Опасно В смысле Физической Возможности Этого Достигнуть И Еще Здесь Он Говорит Следующее Очень Важное Выражение Слава Кого Всевышнего Это Тончайшая Сущность Подчиняющая Подчиняющая Его Желаниям Проявляющая В этой Форме Которой Бог Желает Показать Пророку Вот Это Слово Слава Кого Называется На Иврите Тиферет И Все Кто Немножко Знакомы Со Сферот Со Краболитическими Сферами Знают Что Тиферет Это Средняя Сфера Между Гура И Хесед Средняя Сфера Это Медат Рахамин То Что Называется Это Как бы Соответствует Рахамин И Тиферет Это Одно И Тоже Понятие Есть Такое Поэтому Когда Проявилась Слава Всевышняя А Другая Сторона Понятия Тиферет Это Шхена Таким Образом Тиферет Кво Дашем Величие Самое Это Шхена Которая Проявляется В Медат Рахамин Я понимаю Потому что Квод Ашем Ковод Это Слава А с другой стороны Слово Ковод Имеет Значение Ковед Тяжелый То есть Тяжелый Несколько Ощущаемый Это Часть Ашема Которая Может быть Ощущаема Не просто Не любыми Ледьми Хотя бы Пророками Ощущает Присутствие Ашема Поэтому Называется Ковод Ашем Или же Имеет Измерение Тиферет Или же Медат Рахамин Когда вы Читаете Это выражение Вы можете Это сразу Переводить Один на Другой Есть Интересно Когда В День Независимости В Израиле Есть такая Церемония Там Сожигается Факелы Какие-то Особые Люди Избранные Как бы Люди Года Выбирается Какое-то Количество Людей Года Которые Как бы Поставились И они Сожигают Им Кто-то Вложил Какую-то Фразу Определенную Которую Они Они Говорят Короткую Речь О своей Деятельности Которая Привела Их К такой Почетной Номинации И после Этого Они Говорят Какие-то Самые Изготовлены Фразу И я Неуверен Они Понимаешь Говорят Болит Иферит Мадинат Исраиль Это Как бы Красиво Слава Для Славы Народа Исраиля Поскольку Иврит Это Лашон Кодеш И каждое Слово Не просто Так Надо Понять Что Они Неосознанно Зажигают Во имя Того Чтобы Шкина Поселилась В стране Я не знаю Кто им Написал Этот текст Может быть Какой-то Писатель Или Поэт Вряд ли Понимая Значение Квок Тиферит Это Измерение Шхины Или Медатрахамин То есть Соединение Хесед И Гмура Вместе И согласно Второму мнению Слава Всевышнего Включать Себе Ангелов Духовные Сосуды Трон Коррестницы Небесный Свод Колеса Все это Почитайте Это все Очень интересно И познавательно Хотя Конечно Это требует Ну как бы Разбора По деталям Здесь Очень много Информации Вы знаете Ведь Мы не знаем Точно С какого момента Тайное учение Каббала Стало Достоинством Мудрецов На самом деле То Каббала Или тот Медраж Зор Который Попал К нам Он появился Примерно В 13 Веке Во времена Рамбан Раби Мушебен Нахман Значит Сын его Привез Израиль И с этого момента Как бы Совершенно Определенно Что Рамбан Каббалист То есть Все что он Пишет На самом деле Построено На основании Каббалы И все что Идет За ним Так например Известно Что когда Раби Йосеф Каро Писал Шуханарух Чисто Галактическое Произведение Все это Особенно Каббале Время После Это еще Ария Кадош Очень многие Вещи Добавки Шуханарух На основании Каббалы Но это Как бы На это Оно Тайное Учение Поэтому Когда Пишет Раби Йосеф Те Кто Знают Читают И видят Что он Знал Он Знал Каббалу Но Он Как Говорится Не Называет Это Своим Имени А просто Все это Построено И Поэтому Можно Выстроить Такую Цепочку Раби Йосеф Рамбан Мораль И Соответственно Мораль Современники Ария Кадош И После Этого Хаседут То есть Все они Черпают Один Удругого Они Как Ученики Которые Учитают Учат Одного Другого Если Кто-то Не Знает Эти Основы Каббалы Он Не Понимает Ничего В Хаседуте Сашим Балатане Пишет Непонятно Что Он Пишет Потому Что До Этого Он Изучал И Часто Очень Указывает Первые Источники Очень Часто Слава С И Проч Труды Час Ну Знаете Самое Интересное Я вам Говорил В порядке Анекдота Мама Рик Кадоша Из Бреста Наша Белорусская Да А Рэбе Тоже Из Белоруссии Так что Украина Это Балшем Тоб А Белоруссия Это Хаседут Хаббат Потому Что Там Соединяются Как бы Две Стороны Литва С одной Стороны С другой Стороны Украина Поэтому Как бы Соединение Двух Ученость И Знание Геморр И Очень важно И вместе С тем Хаседут Говорит А на этом Мудрец Мы Подобны Тем Кто Нащупывает Путь У кого Нет Возможности Видеть Этот Свет Поэтому Мы Полагаемся На Видящих Которые Предшествовали Нам И Были В состоянии Его Увидеть Понятно Что Мы Учим Все Эти Идеи Представлению Своих Предшественников Потому Что Сами Мы Не Способны Все Это Видеть Как Зрячий Который Видит Солнце Может Называть Его Показывать Его Другим И Научить Смотреть На Него Только В тех Местах И В то Время Когда Оно Находится И Восходит Так И У Зрячего Видящего Божественный Свет Есть Время Место В Котором Он Будет Созрицать Этот Свет Время Это Часы Молитвы Особенно Вне Раскаяния А место Это Место Где Может Быть Прочис Вот В какой Степени Это Отвечает На Ваш Вопрос Где Это Место Любое Место Может Быть Если Человек Действительно Сосредоточен Он Начинает Воспринимать Я Так В Порядке Некоторые Воспоминания Вот Вы Потом Мне Скажете Насколько Это Звучит Подлинно Когда Я Выступаю Много За Границей Ну Там Они Чего Не Понимают Можно Говорить Можно Вешать Напшу На Валя На Собири Я Сидел Не В Сибири А На Урале Для Не Знающих Я Говорю Это Начало Сибири Ты Был В Сибири Я Говорю Да Я Тебе Даже Не Стал Спорить Что Урала Не Знаете Вы Были В Монтане Вот Это Само У нас Адам Нахман Немного Был Штатах Монтана Это Северный Штат Которая Горничает Там С Канадой Там Ужасный Холод И Снег И Все Это Самое Почему То У них Сибирь Страшная А Я Говорю Что Там Сибирь Я Был Штат Я Помню Я Там Был Бейтхабад Пригласил Меня На Суботу Значит Там Расстояние Примерно Не Не знаю Полтора Километра От Дома Где Я Жил До До Бейтхабада Выступать И Хозяйка Дома Взяла Меня С собой С Собаками Она Идет С Собаками Вот Потом Она Говорит Ты Знаешь Мне Так Впечатление Что Собаки Хотят Вернуться Ну Ну Ничего Ты Пойдешь Прямо Потом Заверешь Налево Еще Налево И Все Я Вдруг Остаюсь Один Просто Самая Снежная Пустыня Где То Там Вдалеке Дома И Где Тут Право Где Тут Лево Значит Чудом Я Дошел И Нашел Она Говорит Потом Ты Знаешь Говорит Я Была Не Очень Уверена Что Был Один До Тебя Он Заблудился А Говорит Я Думала Ты Хайджекер Ты Воздушный Пират Ты Наверное Найдешь Эта Дорога Какая Связь Это По поводу Того Что Ты Был Сибирь Я Я Был В Монтана Я Жел По этой Снежной Пустыне Это Все Относительно Вот Почему Я Говорю Сейчас Расскажу Свои Жизненные Как бы Наблюдения По поводу Как бы Слышать Голос Ашема Вот Когда Я Был Еще Под Следствием Камера Тюремная Камера Это Самое Лучее Место Уединения Ты Можешь Слышать Если Хочешь Если Ты Способен Мож Слышать Слова Ашема И Там Была Эта Ситуация Когда Как бы Надо Колоться Потому Что Начать Сотрудничать Со Следствием Потому Что Как бы Эта Цель Была Чтобы Мы Сломались И Стали Сотрудничать И В Конечном Счете Как бы Не Только Закладывать Один Другого Это Самое Маленькое А Потом Выступать Против Евреев Против Еврейских Веры И Все Так Чтобы Тебя Подвести К тому Чтобы Ты Разрушил То Что Ты Сделал И После Такого Одного Из Разговоров У Следователя Когда Меня Вернули Обратно В Камеру Я Думаю Что Делать На самом деле Он Мне Говорит Знаете Когда Тебя Ломят Ломают Они Понимают Что На испуг Не возьмешь Сейчас Было Это Не то Время Когда Можно Было Против Политического Заключенного О Которому Говорит Весь Мир Можно Применять Физические Меры Воздействия В основном Говорят Слушай Говорит Мы Понимаем У тебя Есть Какая Мечта У тебя Есть Какая Верная Ты Должен Быть Реалист Ты В наших Руках Ничего Тебе Не Поможет Получишь Высшую Меру Или Получишь Важение Заключение Если Будешь С нами Сотрудничать Ничего Старше Не Произойдешь Получишь Какой Ты Срок Просидишь Вернешься Потом Живи Как Хочешь Попадешь Так Как Обработка Сознания Не Просто Кричат На Тебе Угрожают Слабый Человек Может Испугаться А Если Они Поняли Что Я Не Испугаюсь Их Начинаю Говорить С твоим Рассудком Мы Тебя Понимаем Мы Тебя Понимаем Но У тебя Выхода Нет Если Будешь Реистически Относиться Получишь Какой То Срок Понятно Да Неприятно И все Потом Выйдешь Освободишь Как Хочешь Делай Все Что Тебе Нравится Логично Но Сейчас Надо Сломаться Сейчас Не Только Надо Сломаться Как Говорят Сучатся То Вы Выступать И Говорить Против Своей Собственной Совести Собственных Убеждений Что Делать Я Решил Я Буду Вести Себя Как Настоящие Евреи Как Будто Их Вообще Не Существует Я Буду Соблюдать Митцвод Я Буду Вести Себя Как Еврей Так Чтобы Они Поняли Что У них Нет Никакой Надежды Я Вот Сейчас Задумываюсь На Тем Что Это Решение На Сам Деле Было Гениальным Потому Что Объективно У меня Было Два Выхода Сотрудничать Или Отказаться От Сотрудничества Другого Выхода Не Было И Вдруг Я Нашел Самый Главный Правильный Вывод Поэтому Когда Я Рассказываю Я Услышу Слово Ашема Ведь Не Обязательно Услышать Слово Ашема Это Просто Услышать Конкретные Слова Которые Тебе Говорит Какой То Друг Мысль Какое То Направление Которое У тебя Возникает Как Образ Какой Вот Что Я Должен Делать Было Какой То Как Бы Озарение Вот Что Я Должен Делать Просто Вести Себя Как Еврей Потому Что Они Говорят Ты Жен Советский Человек Ты У 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 Пушкин Лермонтов Толстой Все Понятно Оставь Это Все Твои Фантазии Мы Тво Понимаем Мы Тоже Так А Иногда Были Наследствия Иногда Они Показывали Что Они Коррумпированы Тоже Сказать Человеку Под следствием Он сидит На следствии Они Ведут Разговоры О том Что Ты Достань Мне То Купи Мне То Чтобы Видеть Слушай Ты Играешь В какие То Принципы Мы В Эти Принципы Не Верим Ты Думаешь Что Мы Какие Советские Люди Идеологи Мы Делами Занимаемся Покупаем Достаем Организуем И все Чтобы понять Что нету Ничего Святого Будем И пойми Это На самом деле Это ведь Верно Чтобы Быть Человеком Принципиальным Надо Быть Как бы Понимать Что Все окружающееся Тебя Это Коррумпировано И разложено И ты Один Против Этого Мира Я говорю Мне просто Чудо Повезло Я услышал Голос Ашем Он мне Сказал Слушай Сэф Просто будь евреем Веди себя Как еврей Ну Это Я потом Рассказываю В подробностях Что это было Не просто Сидя в камере Вести себя Как еврей Толита Нет Филин Нет Ничего Нет И все Так Приходится Создавать Свой Как бы Еврейский Мир Вокруг Себя И получается Что Что Вместо Того Чтобы Тратить Свою Энергию И Свои Мышли На то Чтобы Как Вывернуться И как Сказать Следователю И все И исполнить Понимаете Вот в чем Спасение Я помню Здесь было Такое Как вы знаете Соглашение Осло Когда договорились С этими Террористами Что как будто Мы поделим Израиль И все У меня есть Один товарищ Школьный Еще Который Здесь Он очень Обеспокоен Понятно Что это Вообще И он Мне говорит Он Не встречает Ты знаешь Говорит Я так Обеспокоен Я не могу Спать Что Происходит Что Страшное Это Было Довольно Давно Больше 20 лет Назад Я ему Говорит Ты знаешь Что Да Конечно Но у меня Сейчас Нет времени Я должен К Песов Готовиться Понимаете Насколько Казалось бы Просто И примитивно У меня Есть Песов Я должен Достать Это Устроить Для жены То Купить И все Я не могу Просто Я знаю Что Есть такая Проблема Но у меня Есть гораздо Более Более Важная Проблема Соблюсти Песов Интересно Так и тут Сидя В этой Камере Да Вы знаете Что Когда начинаешь Давать показания Думаешь Ну ладно Они хотят От меня показания Я вижу Что они что-то знают Вот то что Они знают Я им скажу И они такие Довольные Молодец Ты вот это все Начинаешь сотрудничать Но это ловушка Потому что На следующий день Они тебе скажут Вот вы сказали Это превосход Но тут есть Какая-то Небольшая деталь Которая Более Не получается Думаешь А все Уже Обманул их Вот только осталась Эта небольшая деталь И все И конец Каждый раз Еще какая-то деталь И конца И края нет Смысл такой Если не расколешься До конца Ничего тебе не помогает И вот ты целый день Думаешь Как я им это объясню Что я им скажу А я этим не занят вообще Я думаю Какое митву Я еще могу исполнить В Камере Понимаете Это спасение Это было чудо И потом они мне говорят Слушайте Вы нас не боитесь Сидите в тюрьме В КГБ Ожидаете высшую меру Наказание И сможет Человек не боится А у меня нет времени Вас бояться Я занят своим Нееврейским делом Понимаете Какое великое чудо Да Быть евреем Жить в своем мире Понимая прекрасно Что моё еврейство И жизнь Как еврей Это и есть ответы Чтобы они поняли Что мы непобедимы Что у нас другой мир Да Потом я узнал Как Ребер Аят Ответил Следователю КГБ Что он не боится смерти Потому что я этого не знал Еще не читал Но примерно то же самое Еврейская душа Тебе подсказывает Именно этот образ поведения Если ты Абстрагируешься От всех остальных Наносных идей И мыслей И все И слушаешь то Что тебе Душа твоя подсказывает Тебе открывается Голос Ашема Начаешь Как все вы Да Ведь надо сказать В этом смысле Что все вы Услышали голос Ашема Сказали Будь евреем Правильно Приди и учись И стань евреем Это великое дело В этом смысле Как бы Вы можете Гордиться И ценить самих себя Что вы смогли Сколько Если по последним подсчетам Где-то в России Есть 15 миллионов человек У которых Есть связь с евреями Да Но смотрите Вы Скажем Единицы буквально Которые это услышали Действительно есть связь Да Какой-то дедушка Прадедушка Даже И нет никакой Родственной связи Но ты принял решение И решил Я должен пойти туда Вы услышали Божий голос Поэтому Когда мы говорим Об этих вещах Это нечто Такое Фантастическое Как это может быть Это произошло С нами Я вам расскажу На прощание Очень интересную историю Которую мне рассказал Если не ошибаюсь О Равине Из Иркутска Думаю Было из Иркутска Это Рон Вагнер Бейтхабад Пригласили туда выступать Представьте Был в Иркутске В Сибири Я не был Во время лагеря Сидел на Урале А вот потом Ездил по всем Бейтхабада И был Правда Дальше не наехал Доехал до Новосибирска И в Новосибирской Комсомольской Правде Была опубликована Статья Что этот террорист Делает в нашем городе Было написано Сюда приехал Известный террорист Медилевич И вот У нас встречается Время Наверное Он их Тренирует К совершению Террористических Акций То есть Стало уже Небазопасно Больше Я не ехал То есть До Красноярска Доехал Дальше не поехал Так вот Значит Рассказывает мне Этот Робин Я надеюсь Что я не ошибаюсь Что это Иркутска Ну Вагнер Да Два брата Вагнера На самом деле Да Так вот Он говорит Значит Ну когда я пришел Заниматься Как бы Устройством Моя общины Я думаю Надо наладить Связь С городскими Властями Да Чтобы они тебя Поддерживали И вот я пришел Значит А там есть Еврейское Солдатское Кладбище Ну говорят Кладбище Кантонистов Это не точно Да Кантонисты Это были малые люди Они не умирали А потом Сам часть Из Кантонистов Просто был Солдатский набор Там В Иркутске Это была Военная база Потому что Это был еще Период До оккупации Как бы Захвата Сибири И там Первое Кладбище Самое древнее В Иркутске Это еврейское Кладбище И вот он думает Вот заинтересует Что вот Надо создать Мамориальное Кладбище Первое Кладбище И все Пришел Говорится Главой города А ты Говорит Я этим не занимаюсь У меня и заместитель Пусть он этим занимается Я говорит Пришел к этому Заместителю И начинаю Ему говорить Он говорит Меня это не убеждает Я говорю Его не убеждают Я стал его убеждать Пока я его убедил Потом значит Он убедил Все начали ушла Струнчись Ладно Будем реконструировать Это еврейское Кладбище И он Говорит Я ему говорю Этому Заместителю Главы города Вы бы посетили Как бы Нашу синагогу Синагога тоже Очень старая Еще солдатская Такая красивая Синагога Мне давно было В Джурзолимпост Об этом Он говорит Да я бывал В вашей синагоге Как вы были А говорит Когда я был маленький Бабушка меня Брала Покупать Какие-то Слухи Хлеб Он говорит А ваша бабушка С какой стороны Это говорит Мама моей мамы Так он говорит Так вы же евреи Вот не может быть Я русский Иван Иван Он ему объяснил Он понял Что ты И он говорит Вжился в это Вот свое еврейство Стал так думать И однажды Он мне говорит Вы знаете Вот так Вот я Говорит Все эти суеверия Говорит Там всякие Там видения И все это Самое Это вот для этих Простых людей Но мы же евреи Как бы У нас как бы Другой Говорит Зачем нам Это надо Все эти самые Всякие рассказы О том Что Бог явился Или еще что-то Вот Я говорит В такие вещи Не верю Как бы Голос Божий Или еще что-то Он говорит Говорит Ему Вагн С вами это случилось Вы услышали Голос Божий Вот как так А говорит А помните Вы когда я к вам Пришел убеждать вас Насчет еврейского кладбища Вы отнекивались И говорили Меня это не убеждает А ведь на самом деле Говорит Вы важный чиновник У вас много дел И когда вам что-то Не нравится Вы просто говорите Хорошо напишите мне Я разберусь Я понимаю Что все Уже вы отыграли А вместо этого Вы на самом деле Просите Чтобы я вас убедил Да Разве это не чудо Он задумался Говорит Да это действительно чудо Я обычно никогда Так не поступаю Представьте себе Это умение Действительно Каждому человеку Показать Что чудо С ним произошло Он живет Рядом с чудом Надо только Уметь Когда ты слышишь Когда ты хочешь услышать Ты начинаешь слышать А ты и не письма На этом сегодня Я окончаю свой урок Благодарю за внимание Субтитры сделал DimaTorzok